Приветствую всех на вебинаре, проводимом совместно Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом имени Даулета Серегбаева и Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ по представлению двудипломной образовательной программы бакалавриата «Бизнес управления производственными системами». Разрешите, пожалуйста, представить участников со стороны наших университетов. Со стороны НГТУ в нашем вебинаре принимает участие Некрасов Вадим Владимирович, проектор по международным связям, Борисова Алена Александровна, заведующий кафедрой менеджмента, руководитель образовательной программы «Бизнес управления производственными системами», Галимова Анна Николаевна, ученый-секретарь кафедры менеджмента, Винниченко Виктория Александровна, руководитель проектных работ «Бережливое производство», Емелья Нович и Анжелика Александровна, и Долгов Алексей Семенович, заместитель декана факультета бизнеса по профориентационной работе. И разрешите, пожалуйста, представить коллег, которые будут принимать участие в нашем вебинаре со стороны ВКГТУ имени Серегбаева. Это Мадиярова Эльвира Сабиталаевна, декан школы бизнеса и предпринимательства, Варавин Евгений Владимирович, руководитель образовательной программы «Бизнес управления производственными системами ВКГТУ», Рафименко Светлана Александровна, руководитель отдела профориентационной работы, и Даулбаева Аселя Савитбековна, секретарь приемной комиссии ВКГТУ. Представлюсь сама Сегида Тамара Александровна, директор Центра международных образовательных программ. Буду вести данный вебинар и хочу сразу сообщить о некоторых рекомендациях, которые желательно, чтобы соблюдали все участники. Первое – это в период, в течение докладов просьба всех участников свои микрофончики отключить, чтобы было лучше слышно докладчикам. Второе – это докладчикам представляем для своих докладов время порядка 3-5 минут. И после представления нашей общей образовательной программы все гости могут писать свои вопросы в чат, в общий чат, либо задать их лично. Мы постараемся на них ответить. Уважаемые школьники и родители, вы можете ваши вопросы формулировать. Мы представим ролик по нашей совместной образовательной программе, созданной ВКГТУ и НГТУ. В этом году впервые в Казахстане запускается двудипломная образовательная программа с Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ по профилю бизнес-управления производственными системами. Однако совместная подготовка кадров для производственных предприятий Казахстана ведется вузами-партнерами на протяжении последнего десятилетия. Данная образовательная программа позволит студентам получить знания особенностей организации производственных процессов на предприятиях России и Казахстана. Они смогут освоить управленческие практики ведения бизнеса и партнерского взаимодействия между странами. В результате обучения студент защищает дипломную работу и получает дипломы обоих вузов. Ждем вас в ВКГТУ и НЭТИ. Слово для доклада и представления совместной образовательной программы предоставляется Воробину Евгению Владимировичу, руководителю образовательной программы ВКГТУ. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые гости сегодняшнего вебинара. Работаю более 23 лет в университете, имею опыт в международной деятельности, принимал участие в стажировках, научных семинарах, университетах Барселоны, Стокгольма, Люблина, Московского государственного технического университета. Я обращался к абитуриентам и говорил о том, что действительно сейчас такое время в вашей жизни, когда вам необходимо выбрать свой дальнейший путь, выбрать будущую свою специальность, вообще определиться с тем, кем вы хотите быть в жизни. И я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор, и та полученная профессия, она будет приносить вам радость и удовольствие. О чем мечтает современная молодежь? Какой она себя видит после окончания школы? Очевидно, вы хотите стать независимыми, вы хотите стать профессионалами своего дела, быть лидерами, вы хотите быть успешными в любой сфере деятельности, возможно создать свой бизнес, путешествовать по миру. Возможно, получить работу где-то за рубежом и, соответственно, сделать там карьеру. По сути дела, вы стоите перед выбором трех вариантов. Первый вариант – это поступить в один из отечественных университетов казахстанских. Второй вариант – это поехать в какую-то другую страну зарубежную и получить, соответственно, образование там. Очевидно, что каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и свои минусы. Сможете получить какую-то престижную работу. Предполагает очень серьезные материальные затраты как на обучение, так и на проживание в чужой стране. Также это и проблема адаптации, то есть это чужая страна, чужой город, это еще и вообще возможность выехать в другую страну, ну и, в общем-то, и потом вернуться обратно из этой страны. Ну и третий вариант – он сопряжен с такой проблемой, что на каком-то этапе вашей трудовой деятельности вы сможете столкнуться с тем, что не сможете дальше продвигаться по карьерной лестнице в силу того, что не имеете достаточного образования. Возможно ли как-то объединить эти три варианта и взять из них только самое лучшее, только одни преимущества? Мы хотим ответить на этот вопрос положительно, и наше предложение – это программа двойного диплома, это наша совместная образовательная программа бизнес-управления производственными системами. Данная образовательная программа – это программа, как я уже сказал, совместная программа с Новосибирским государственным техническим университетом с факультетом бизнеса, кафедра менеджмента. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мои земляки знают о том, что представляет собой Новосибирский государственный технический университет, наверняка они наслышаны. Это один из крупнейших технических вузов России, занимающий 16-е место в рейтинге технических университетов. Ну, и, в общем-то, наверное, единственный передовой вуз в северном регионе Российской Федерации. В нем обучается более 13 тысяч студентов, более полутора тысяч преподавателей. Каковы же преимущества нашей образовательной программы? Ну, прежде всего, это обучение по совместно и тщательно разработанному учебному плану, который соответствует всем казахстанским и российским стандартам подготовки бакалавра. Второе – это то, что студенты зачисляются сразу в два университета, в наш университет и в Новосибирский государственный технический университет. Соответственно, сдают единое национальное тестирование и сдают вступительные экзамены в НГТУ. Ну, и, может быть, одно из таких самых главных преимуществ это получение как казахстанского диплома, так и российского диплома за один период, за четыре года. То есть, обучаясь в течение четырех лет, вы получаете два диплома. Значит, обучение является очным, соответственно, половину всего периода обучения в течение двух лет вы обучаетесь в ВКГТУ имени Серегбаева и в течение двух лет также обучаетесь в Новосибирске, в НГТУ. Таким серьезным преимуществом нашей программы является экономия на стоимости обучения, в том числе за рубежом. То есть, с одной стороны, вы экономите на сроках обучения, соответственно, меньше затрачиваете финансовых ресурсов, с другой стороны, половину стоимости вы оплачиваете в нашем университете и тем самым экономите средства. Также важным преимуществом нашей программы является прохождение производственной практики на крупнейших предприятиях России и Казахстана. Получив образование по совместной образовательной программе, вы становитесь конкурентоспособным специалистом на рынке труда и, соответственно, имеете существенные преимущества при трудоустройстве. И также преимуществом для наших выпускников будет являться то, что они смогут поступать на следующую ступень образования, то есть в магистратуру как в России, так и в Казахстане. То есть, имея два диплома, конечно, шансов поступить в магистратуру значительно больше. И вообще необходимо сказать, что, обучившись по нашей программе, вы получаете действительно серьезный шанс для того, чтобы устроиться в любой точке мира. Выпускники нашей образовательной программы получают квалификацию менеджера. Хотел бы несколько слов сказать, кто же такой менеджер. Ну, прежде всего, это специалист, который организует работу как предприятия в целом, так и отдельно моего подразделения. По сути дела, менеджер отвечает за то, чтобы производство было эффективным, чтобы рабочий процесс был четким и отлаженным. Необходимо сказать, что, в общем-то, это одна из наиболее популярных специальностей, пользующихся неизменным спросом у битуриентов. И одним из преимуществ этой специальности является ее универсальность. То есть, менеджеры нужны на предприятиях любой сферы деятельности, любых отраслей и, соответственно, работают как на промышленных предприятиях, в сельскохозяйственных предприятиях, в госуправлении, в социальной сфере и так далее. В чем особенность нашей программы, в чем преимущество именно нашей программы? Дело в том, что современные предприятия нуждаются в специалистах, которые обладают не только управленническими, экономическими, организационными какими-то навыками, но и знают технологические основы производственных процессов современных. И именно таких специалистов мы готовим. То есть, наши выпускники работают на больших, крупных промышленных предприятиях, знают все современные производственные бизнес-процессы, протекающие на этих предприятиях, и, соответственно, имеют серьезные шансы на карьерный рост. Соответственно, наша образовательная программа включает в себя как управленческие дисциплины, так и дисциплины технологической направленности, в частности, в сфере логистики, в сфере машиностроения. Ну и дальше я хотел показать нашим абитуриентам некоторые дисциплины, которые вам предстоит изучать. То есть, это и бережливое производство, инновационный менеджмент, производственные системы, логистика, реинжиниринг бизнес-процессов, риск-менеджмент, операционное планирование, финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент и так далее. То есть, как я уже сказал, это сочетание и управленческих, и технологических дисциплин. Какие же знания получают наши выпускники? Что они способны делать? Прежде всего, это участие и непосредственная реализация стратегии развития предприятия. Это непосредственно реализация каких-то операционных действий по управлению производственным процессом. Они умеют планировать деятельность предприятия, формировать организационную структуру, управленческую структуру. Значит, умеют организовать работу группы сотрудников, осуществляют управление проектами, контролируют и мотивируют своих сотрудников. Ну и после окончания университета наши выпускники имеют возможность устроиться на предприятие, работая линейными руководителями, топ-менеджерами, являясь руководителями каких-то структурных подразделений, отделов, развития персонала, менеджмента качества, допустим, планирования и так далее. Они могут быть руководителями проектных офисов. Ну и, что, в общем-то, тоже немаловажно, они получают комплексы знаний, позволяющих им организовать собственный бизнес, имея, в общем-то, опыт самых передовых отечественных и зарубежных практик. Добро пожаловать в наш университет, в Восточно-Казахстанский государственный технический университет и Новосибирский государственный технический университет. Я думаю, что та специальность, которую вы получите, она будет вам по душе. Вы реализуете свою мечту и получите специальность, которая будет приносить вам удовольствие. Спасибо. А теперь мы передаем слово нашему ВУЗу-партнеру Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и предоставляем возможность Борисовой Алене Александровне рассказать о преимуществах и интересных моментах, особенностях совместной образовательной программы. Добрый день, коллеги. Добрый день, абитуриенты и уважаемые родители. Я выражаю благодарность Восточно-Казахстанскому государственному техническому университету имени Серегбаева за организацию сегодняшней встречи. Хорошо, что в непростые для наших стран времена университет заботится о сохранении кадрового потенциала и о профессиональной подготовке специалистов для новой экономики. Дальше. Предлагаем вашему вниманию программу для бакалавров «Бизнес-управление производственными системами». Факультет бизнеса на протяжении 25 лет реализует подготовку специалистов по организации производства и управления. Накупленный опыт подготовки, а также высокая востребованность наших выпускников побудили инициировать запрос к Восточно-Казахстанскому государственному техническому университету о подготовке совместной образовательной программы. Потому что наши выпускники работают на должностях, представленных на слайде. Мы знаем, что Узкоминогорск — это регион, в котором сконцентрированы значительные производственные мощности и разные предприятия, для которых востребованными являются должности, указанные на слайде. Именно поэтому накопленный опыт и востребованность наших специалистов побудили нас разработать совместную образовательную программу. Наша программа достаточно насыщенная, около 9 тысяч часов обучения. Программа реализуется последовательно как на территории Узкоминогорска, так и на территории Новосибирска. Действительно, Евгений Владимирович правильно сказал, что программа предполагает очный формат с элементами дистанционной подготовки. В нашем ВУЗе разработана хорошая электронная среда и дистанционный формат тоже реализуется. Ребята последовательно осваивают 57 предметов. Дальше. Ключевые предметы представлены на слайде. Включение дисциплин позволяет формировать управленческие финансовые компетенции, нарабатывать навыки организации производственных процессов, а также позволяет нашим выпускникам овладевать инструментами и технологиями бережливого производства. Особенностью нашей программы является то, что у выпускника формируется комплексное системное видение организации производственного процесса на предприятии. И кроме этого, он знает, как настроить управленческие механизмы функционирования предприятия для того, чтобы предприятие было конкурентоспособным. Дальше. Действительно, мы также имеем своих детей, которые выбирают ВУЗы в других регионах, в других городах и странах. И мы понимаем, насколько тяжело выпускникам адаптироваться к новой среде образования в университетской среде и к новым условиям проживания. Именно поэтому первые два семестра ребята Восточно-Казахстанского технического университета будут учиться дома. Для того, чтобы в более мягком формате прошла адаптация к университетской среде. Действительно, преимуществом программы является, что за один период времени вы получаете два диплома. Но большей уникальной особенностью мы для себя выделили в этой программе то, что студенты и выпускники знакомятся с практикой организации производственных процессов двух стран. Производственная практика, а на нее в учебном плане выделено около тысячи часов, проходит как на предприятия города Новосибирска, так и на предприятия города Узкоминогорска. Дальше. Дальше, дальше. Профессиональный потенциал наших специалистов достаточен для реализации этой программы, как я уже сказала, в течение 25 лет. Кроме того, с 2015 года у нас происходит существенный апгрейд программы. Более 5 специалистов нашей кафедры имеют сертификацию экспертов в области бережливого производства. Они стажировались на российских крупнейших предприятиях, в частности КАМАЗ, АвтоВАЗ, а также стажировались за рубежом. Уникальной особенностью нашей программы является то, что студент может на практике, непосредственно находясь в стенах университета, осваивать практические навыки. Поскольку у нас создана лаборатория, бережливое производство или фабрика процессов, которая позволяет имитировать производственные процессы, и ребята на практике осваивают те навыки, которые изучают. Действительно, преимуществом наших выпускников, и мы гордимся этим преимуществом, является высокая востребованность выпускников, потому что ребята к четвертому курсу имеют опыт реальной практической деятельности. Большая доля выпускников, проходя стажировки и производственные практики, закрепляется на этих предприятиях. Дальше. Мы понимаем, что 4 года – это хорошее время для наполнения не только профессиональными знаниями, но и для активной, социально насыщенной жизнью. Кампус МГТУ эти возможности предоставляет. Он заботится о здоровье своих студентов. У нас есть собственная поликлиника, собственная санатория, профилактория и база отдыха. Для талантливых, творческих и спортивных студентов также есть все возможности для проявления своих талантов. Есть дворец спорта, есть центр культуры, где ребята могут активно и насыщенно жить студенческие годы. Кроме того, у нас есть 7 общежитий, и все иностранные студенты обеспечиваются условиями для проживания. Дальше. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией, мы не владеем достаточной информацией о начале приемной кампании. Мы ждем распоряжения от Министерства науки и высшего образования. Но алгоритм действий абитуриента, он отработан в течение нескольких лет. Абитуриенты из Казахстана поступают в наш университет по следующей последовательности действий. Ребята в дистанционном формате могут зарегистрироваться в личном кабинете, сдать в дистанционном формате экзамены, предоставить затем оригиналы документов в НГТУ и дождаться приказа о зачислении. Если мы ориентируемся на данные прошлого года, пожалуйста, следующий слайд, то минимальные проходные баллы вы видите на экране. Особенностью данной программы является то, что ребята, это контрактная программа, ее стоимость определяется условиями каждого вуза и оплачивается по семестрам на территории того вуза, в котором в этом семестре проходит обучение. Если вы хотите, я обращаюсь сейчас непосредственно к ребятам, школьникам, посмотреть, как активно, насыщенно, профессионально живут наши студенты, то подпишитесь, пожалуйста, на наш аккаунт в Instagram nstukm. Он достаточно активен, много событий освещается, куда ходят наши студенты, на каких практиках бывают, есть обратная связь от студентов, вы можете непосредственно задать вопросы обучающимся. Если у вас есть вопросы по приемной кампании, вы также можете обратиться на наш сайт НГТУ, либо непосредственно звонить на кафедру менеджмента или обращаться по электронной почте. Мы надеемся, что наша программа вас заинтересовала, и мы увидимся в стенах НГТУ в самом ближайшем времени. Спасибо за внимание. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И вот первый вопрос, который поступил. Можно ли по этой программе отучиться все 4 года в Казахстане? Евгений Владимирович. Я могу ответить на этот вопрос. Мы эту программу разрабатывали именно как совместную программу, поэтому, к сожалению, в Казахстане обучиться по ней нельзя. Это совместная программа, поэтому 2 года у нас, 2 года в Новосибирске. Следующий вопрос. Что если сдал ЕНТ, но не сдал экзамены в НГТУ? Но именно хочется на этот факультет и по какому принципу будут проводить. Видимо, здесь идет речь о том, что по какому принципу будет происходить отбор на образовательную программу. Я думаю, что одним из главных принципов совместной образовательной программы, тем более двухдипломной, является то, что вы поступаете и становитесь студентом сразу обоих вузов. Поэтому необходимо проходить ЕНТ по казахстанским правилам и отборочные испытания для зачисления в НГТУ. Коллеги, вуза-партнеры. Можно, да, пояснить, коллеги? Да, да. Долгов Алексей Семенович, замдекана факультета бизнеса по профориентационной работе. Ну, по поводу этого вопроса. Ребят, ну, для того, чтобы поступить в НГТУ, вы не сдаете, вот, наше ЕГЭ российское, вы знаете, да? А сдаете внутренний экзамен. В прошлом году была применена довольно успешно система, когда ребята сдавали в электронной форме в Казахстане, сюда не приезжали, вот, и результаты уже пришли, да? И они сдавали эти экзамены до, согласно правилам приема, это возможно, до тех экзаменов, которые вот сдавали ребята, иностранцы, в Новосибирске, да, с 10 июля, до 10 июля. Вот, ну, я хочу отметить, что к нам поступают ребята, их показатели по экзаменам очень высокие, вот, и они претендуют, особенно из Казахстана, на бюджетные места. И активно участвуют в конкурсе, вот. Но без внутренних экзаменов, которые предоставляет НГТУ, в НГТУ, к сожалению, поступить нельзя. Спасибо. Кроме того, можно потренироваться в сдаче этих экзаменов, на сайте выложен пробный тест, можно попробовать поработать с ним. Следующий вопрос. Какая стоимость обучения на платной основе? Я думаю, это тоже будет совместный ответ. Евгений Владимирович. Ну, по стоимости обучения в следующем году пока информации нету. Могу сказать по стоимости обучения вот в текущем учебном году. В частности, годовая стоимость обучения в нашем университете, на нашем факультете, 342 900 тенге. Это за год. Соответственно, те семестры, которые вы обучаетесь в нашем университете, вы оплачиваете по стоимости вот нашего университета, те семестры, которые вы обучаетесь в НГТУ, вы оплачиваете по стоимости НГТУ. Вот. Ну, я думаю, коллеги, наверное, озвучат стоимость обучения там. Но еще внимание хочу сразу обратить, ребята, на то, что вы можете также участвовать в конкурсе на образовательные гранты у нас в Казахстане. Если вы выигрываете грант, то вы можете обучаться по этой программе, и тогда, соответственно, средства этого гранта, они пойдут вот именно на оплату стоимости обучения, как у нас, так и в НГТУ. Ну, в случае, как, опять же, если денег будет достаточно, там уже эти вопросы мы будем смотреть конкретно. То есть, есть у вас шанс, да, получить грант казахстанский, государственный, и за счет этого гранта оплачивать свое обучение. Коллеги, наверное, вы поясните дальше. Да, да, да. Ну, что касается стоимости обучения в НГТУ на направлении менеджмент, стоимость обучения в прошлом году составила 119 тысяч рублей за год обучения. То есть, 59 500 за семестр. Я в рублях говорю, да, вот. У нас оплата происходит по семестрам. В этом году тоже цена еще пока неизвестна, но будет она повышаться, но незначительнее. Ну, если говорить, ну, к чему готовиться, да, ну, полагаем, порядка 125-126 тысяч за год обучения, за год, подчеркиваю, обучения будет, цена незначительно повысится. Следующий вопрос. Может ли университет предоставить место для практики? Ну, Леонид Александрович сейчас много говорила, да, о том, какие возможности есть в Новосибирске. Вот, ну, я думаю, что, в общем-то, действительно, мы тоже можем предоставить возможности такие для похождения практики в наших крупных предприятиях. Я считаю, что не может, а это прямая обязанность университета обеспечить места производственной практики и стажировки. И в нашем портфеле партнерских взаимодействий с предприятием порядка 70 предприятий города Новосибирска. Кроме того, если вы, ребята, зайдете в Инстаграм, вы увидите, что раз в месяц наши ребята обязательно посещают производственные площадки с экскурсиями. То есть мы ставим для себя задачу, чтобы ребята во время обучения посещали предприятия, и при выборе мест производственной практики они уже могли целенаправленно выбирать эти места, зная эти предприятия. Поэтому это наша прямая обязанность – обеспечить вас практикой. Спасибо. Следующий вопрос. По завершению обучения госэкзамены и защита дипломной работы будет единая или сдают дважды в двух университетах? Ну вот, поскольку последний семестр по графику, насколько я помню, это НГТУ, просим ответить коллег на этот вопрос. Значит, по нашему учебному плану ребята сдают государственный экзамен. Государственный экзамен традиционно проходит в письменной форме, потом последующая защита перед комиссией. И ребята пишут дипломную работу, одну дипломную работу, которую защищают дважды в стенах НГТУ и в стенах технического университета восточно-казахстанского. Но особенностью дипломной работы в том, что должна быть рассмотрена практика организации производственных процессов на территории двух стран, и рекомендации и предложения по совершенствованию также должны быть даны в адрес двух предприятий, территориально расположенных на двух площадках. Я еще буквально два слова добавлю. Значит, по нашим стандартам наши выпускники защищают только дипломную работу. Ну, как Патерина Александровна сказала, в общем-то, они будут защищать дипломную работу, госэкзамен у нас они не сдают, только, получается, в НГТУ будут сдавать экзамен. Следующий вопрос. Какие предметы нужно сдать на ЕНТ? Вот там ниже есть ответ, что для данной специальности в ЕНТ профильными предметами являются математика и география. Следующий вопрос. В какие сроки можно подавать документы, какой порядок поступления? По срокам подачи документов. С 15 апреля начинается подача документов, это заявление на прохождение ЕНТ. Пока что сроки окончания 30 апреля, но необходимо в эти сроки обязательно подать свое заявление на сдачу ЕНТ. Само ЕНТ будет проходить в конце июня, там сроки не сдвигаются. И если будут какие-то изменения по срокам приема заявления на сдачу единого национального тестирования в Казахстане, эта вся информация будет доступна и доведена до сведения выпускников школы. Далее в июле месяце будет проводиться конкурс, вы знаете, на гранты в Республике Казахстан. И после этого пойдет уже процедура подачи документов непосредственно на зачисление в ВУЗ. И здесь просим обратить внимание на то, что на данной образовательной программе вы можете обучаться только в ВКГТУ и только в НГТУ. По срокам подачи документов в ВУЗ-партнер информация уже была, но если что-то еще, коллеги, хотите добавить, то пожалуйста. Алексей Семенович, нет? Ну я что могу сказать? Пока окончательных сроков, возможно, не сдвинутся, но что хочу сказать. 20 июня открывается у нас приемная комиссия. Ребята, которые, еще раз подчеркиваю, сдают в Казахстане тестирование, они нам заранее документы в электронной форме отправляют. Ну и примерно в период 20 июня первая волна тестирования была, ну и вот она идет где-то по 5-10 июля. Но это будет дополнительно все, я думаю, уточнено, если будет сдвиг. А так вот на протяжении 3-4 лет система работала одна. 20 июня приемная комиссия начинается. Вот, ну вот в прошлом году вот это вот тестирование для ребят из Казахстана пораньше, они попадают в базу. Ну и потом в зависимости от, кто может претендовать на бюджетные места, бесплатные в Российской Федерации, у кого высокий балл. Вот, соответственно, там уже по правилам приема, там начисление у нас первая волна 3-го августа на бюджет 2-я, 8-го августа. Спасибо. Следующий вопрос. Есть только кафедра менеджмента или есть и другие кафедры? Вопрос, наверное, касается программ образовательных, поскольку кафедры в университетах существуют и другие, и образовательные программы другие тоже существуют. Вот это, наверное, можно более подробно на сайте университета ознакомиться. Да, конечно, безусловно. Да, и ниже есть пояснение, что двухдипломная образовательная программа только по направлению менеджмента у нас для бакалавриата работает. Так, следующий вопрос. Есть ли привилегии для абитуриентов с аттестатом особого образца? Нужно понимать, что для абитуриентов с аттестатом особого образца на казахстанском пространстве действуют привилегии в общем порядке. То есть в любом случае, когда идет конкурс на предоставление грантов, данные абитуриенты имеют преимущество в первую очередь рассматриваться на конкурс предоставления грантов. Других привилегий, насколько я знаю, не существует. А по поводу привилегий со стороны наших партнеров попрошу уточнить. Да, 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 я уточню. Ну, дорогие ребята, за аттестат особого образца и все отличные отметки в МГТУ дополнительные баллы ребятам из Казахстана, битурентам из Казахстана не начисляются. То есть привилегий нет. Я еще хотел добавить, вот с нашей стороны, для тех, кто поступает на платную основу, просто сейчас я точно цифры не скажу, вот если привилегий на комиссию у нас присутствует, может быть, она услышит, подключится. Но у нас, именно если вы не получаете грант, не смогли получить грант, то при обучении на платной основе наши студенты получают скидки на первый год обучения при наличии вот такого аттестата. Точную цифру по размеру скидки я сейчас вам не скажу, но скидка такая точно есть. Поэтому стремитесь получить такой аттестат, да, и поступать в том числе и на платную основу. Если не получится, получите грант. По поводу скидок, у нас они становятся ясны к июню месяца, поэтому сейчас все это находится на рассмотрении и утверждении. Будут ли еще вопросы, уважаемые гости, абитуриенты, родители? Так, минимальные баллы на ЕНТ для конкурса на грант. Светлана Александровна вот выше дает информацию, наш отдел профориентации, что минимальный проходной балл на грант в прошлом году по результатам ЕНТ составил 123 баллов на казахском языке и 115 баллов на русском языке. Следующий вопрос. Уважаемые абитуриенты, ждем ваши вопросы. Пока вопросы формулируются, если они еще остались, может быть коллеги с нашей стороны, со стороны вуза-партнера Новосибирского государственного технического университета что-то хотели бы добавить, пояснить, то, пожалуйста, у нас еще есть немного времени. Ну, я хотела бы отметить, что когда происходит первый раз набор, это особое отношение и преподавателей к студентам, и особое внимание руководства к студентам и к преподавателям, реализующим эту программу. Это первый раз все время волнительно, и поэтому с большим усердием ты реализуешь эту программу. Я бы хотела, чтобы многие из вас стали частью нашей команды, потому что мы постараемся сделать достаточно качественную программу подготовки. Спасибо. Позволите, коллеги, да, пока вопросов нет. Ну, что хочу сказать от себя. По итогам прошлого года и до этого года кафедра менеджмента, производственного менеджмента пользуются большой популярностью. У нас, помимо того, что, понятно, занимаются все, закрываются все бюджетные места, еще закрываются также все коммерческие места. И кафедра является, по сути, лидером и в Новосибирску, это можно и по данным посмотреть, по набору студентов как и на коммерческую основу, так и на бюджетную основу. Поэтому одновременно на это направление МБТУ принимает около 150 ребят. И поэтому у нас конкурс есть не только на бюджетные места. И ребята из Казахстана, подчеркиваю, очень много поступают на эти бюджетные места в рамках межгосударственного соглашения. Если чтобы ребята смогли сориентироваться, я вижу школы в нашем чате присутствуют, примерно нужно ориентироваться от 250-255 баллов и выше, для того, чтобы поскупить на бесплатную форму. Такая возможность. Что касается коммерческой формы, то это действительно, вот в презентации было, это от 155 баллов по итогам прошлого года. То есть снижим, с более низким баллом, чем 155, ребята не проходили по конкурсу. Но, как правило, ребята из Казахстана эту планку преодолевают. Если вот кто желает именно в МБТУ поступать, сдают тестирование, и тут особых проблем нет. Примерно 30-40% всего набора на наш факультет это ребята из Казахстана, поэтому, я смело могу сказать, никаких особых вопросов с адаптацией не будет. Тем более, ребята по совместной программе к нам придут после второго хорса. Университет очень компактно расположен, все в шаговой доступности, точки питания, общежития, спортивные комплексы. Поэтому технология, она работает, ребята приезжают, особых сложностей с адаптацией не будет. Спасибо большое, коллеги. Есть еще вопрос, но это, поскольку наша программа двусторонняя, совместная, двудипломная, то если есть желающие поступить на совместную программу со стороны Российской Федерации, вот Светлана Александровна этот вопрос задает, мы просто знаем, что есть такие желающие поступить на двудипломную образовательную программу, которым удобнее было бы учиться у нас в Усть-Каменогорске, но при этом получать образование Новосибирского вуза. Вот, если у вас такие есть, желающие, тоже, пожалуйста, мы ждем. Мы анонсируем эту программу также в рамках рекламы приемной кампании. Программа анонсируется. Спасибо большое. Надеемся, что выклад тоже будет. Скажите, пожалуйста, планируется ли разрабатываться другие двудипломные образовательные программы, но для технических специальностей? Здесь отвечу я на данный вопрос. У нас разработаны двудипломные образовательные программы технических специальностей, но по уровню магистратуры. Эти программы будут представлены на следующей неделе. Что касается бакалавриата, то здесь мы тоже этот фронт работы осваиваем. Сейчас он на начальном этапе. И если у нас вся эта работа завершится успешно до начала приемной кампании, то мы обязательно сообщим и предложим в этих двудипломных образовательных программах. Потому что действительно наши вузы очень схожи по профилям именно технических специальностей, поэтому будем работать в этом направлении безусловно. Пожелания у нас такие, что очень было бы интересно работать со смешанной группой, имеется в виду абитуриент обоих государств, конечно, безусловно, я думаю, мы все эту возможность будем только приветствовать и реальность. Ну что ж, уважаемые коллеги и уважаемые абитуриенты, вопросы, пожалуйста, нам присылайте. Есть у нас на нашем сайте также адрес приемной комиссии, куда можно ваши вопросы адресовать, мы на них обязательно ответим. сегодня я вижу, что мы на все вопросы ответили, если какой-то вопрос из чата останется за пределами наших, мы обязательно проанализируем и, как я говорила, разместим это на нашем сайте о данном вебинаре. Извиняемся за технические неполадки в начале вебинара, посмотрим нашу запись и постараемся самую существенную часть сохранить для того, чтобы можно было ознакомиться всем более широкому кругу абитуриентов, все это будет у нас опубликовано. Очень большая благодарность коллегам с Новосибирского государственного технического университета за содержательный вебинар для наших абитуриентов. Я думаю, это первый, но не последний будет, поскольку остаются еще множество вопросов. Есть у нас детали, которые мы с вами ожидаем как руководящие указания от наших министерств, поэтому остаемся на связи и будем информировать нашу аудиторию наших будущих студентов совместно также в ходе вебинаров и совместных встреч. Я бы хотела завершить наш вебинар и предоставить еще пару слов для завершения вебинара коллегам. Спасибо всем за то, что присутствие в нашем вебинаре. Коллеги, очень приятно было вас видеть, познакомиться. Спасибо нашим абитуриентам. Я надеюсь, что вы заинтересовались нашей совместной программой. Я надеюсь увидеть вас в качестве студентов нашего университета НГТУ в предстоящем учебном году. Ну и хочу также пригласить наших дорогих абитуриентов и на другие наши образовательные программы. То есть это и финансы, это учет аудит, это экономика. Мы ждем вас на нашем факультете в школе бизнеса и предпринимательства НГТУ имени Сиринбаева. Спро пожаловать, ждем вас. Спасибо. Спасибо.